Здравствуйте, друзья! Сегодня традиционно мы проводим презентацию книг, которые находятся в книжном салоне «Искры мудрости». И вот презентации нового 2018 года открывают наши бийские поэты и писатели. И вести будет сегодняшнюю презентацию Попова Тамара Ивановна. Это член бийского городского литературного объединения «Парус». Вам слово, Тамара Ивановна. Я занимаюсь городском литературном объединении «Парус», являюсь гитарем. Представляю три мои книги «Благослови, о которой пишет и Женщина судьба». Вот, потом представлены книги Дмитрия Ивановна Шарабарина и Дмитрия Ивановна Белоруссовой. И так, когда в этой книге благослови всех книг этих, Дмитрий Иванович Шарабарин. Вот книгу с Богом, Дмитрий Иванович, пожалуйста. Как редактор? Уважаемые наши потенциальные читатели, надеемся, что эта встреча наша не последняя будет. Было бы неплохо, если бы кто-то почитал, скажем, вот мои книги есть, это проза, это поэзия. Вот. И разговор бы произошел уже на рамках. Потом будем говорить, ну, все же хотя бы, хотя бы начало какое-то есть. И это будет очень и очень неплохо. И так, ну, здесь же я немного рассказали. Вот у нас в городе, в городе давних времен, еще до военного времени, в 38-го года существует, живет, действует литература Евгения Баруста. Баруста, который до сего времени. И я с 83-го года был руководителем его. 32 года был руководителем этого Баруста. Ну, сейчас я передам молодым. И вот Тамара, секретарь, там, у нас сейчас это Наташа Куринова руководит его. А я руководитель бийского отделения у нас подписательской организации. У нас сейчас 10 человек. Технических записателей. Вот. И тоже немножечко хочу сказать, что у нас делается. Мы издаем, ну, это все удивило Максиму Козлову. У нас редактор такого широко известного регионального журнала. Это «Вести Вести». Он широко известен по стране. И публикуются там авторы и центральных городов, и отдаленных, восточных и западных регионов нашей. Великой страны. И не только нашей страны. Вот это вот наш региональный. Это Бланчев, главный редактор Виктор Васильевич. Вот. Она литературный редактор. Дальше это отделение. Отделение издает еще одну. Это журнал тоже регионального значения. Одни на две. Широкий, такой полноформатный, толстый журнал, где публикуются тоже авторы и нашего Алтайского края, и сибирских регионов, и так далее. Он становится все более популярным. То есть его версия электронная широко публикуется. Ну и альбанахи. Такие крупные альбанахи. Ну, например, в 12-13 году вышел первый это писатели. Писатели о времени себе. То есть бейские писатели. Там был, ну, например, Восикова. Это доктор философских, ну, у нас работающий в Петроинституте. Его статья большая о творческих людях города нашего. Около ста страниц. Ну и так дальше. Там поэзии и прочее, и прочее. И затем, следующий, был издан, два года спустя, был издан тоже монах, крупный такой, полноформатный. Это писатели, писатели в юношеству. То есть студенческу, старшеклассникам, там, прочее, прочее. Тоже там поэзия представлена и прочее. И, как она, Аленка, ну, кошка? Ну, кошка, да. Это для маленьких, там, для начальных классов, там, прочее, прочее. Она тоже широко популярна. Сейчас кое-кто уже говорит о том, что эта книжка нам удалась. Сейчас мы планируем, ну, для самых маленьких таких, вот, где без сисюха не будет разговоров, ну, с этими книжками такого возраста. Вот это вот, вот это работа кубийского, этого, отделения, отделения. Так, ну, что? Да, Тамарков мне показал. Вот это мои слова. Я, я, я редактор, художественный редактор этой книги. Ну, мне хотелось бы вот о чём сказать, что имя Василия Макарыча Шукшина широко известно не только, но и даже, по-моему, какая-то планета называется. Там и Япония знают его, и Китай знают и прочее. Почему так? Да потому что этот автор, один из многих-многих-многих авторов, писателей, он сумел, как сказать, развернуть наш взгляд внутрь себя. Кто же мы? Что с нами происходит? Понимаете? Вот. То есть не только, не только что вокруг нас, что все что-то виноваты в чём-то. А вот кто мы такие? Вопросом, что же с нами происходит? Что же с нами происходит? И вот эта вот шукшинская тематика, она, как бы сказать, пронизана такой любовью к человеку, такой любовью к его душе, к его внутреннему состоянию и прочее, прочее. Что вот эта популярность, она широко говорит о том, что вот эти шукшинские тени – это огромная масса людей идут на… Зачем они идут на этот бугор, на этот пикет, на этот? Идут к Шукшину. То есть всё, если мы когда говорим о Шукшине, значит, мы говорим о Родине, о природе, о человеке, о его душе, о самом прекрасном и прочем. Вот что такое Шукшин для нас. А там, пусть говорят там только какие его рассказы, может, неинтересны для кого-то и прочее. Нет, Шукшин не был. А Шукшин в своей откровенности, в своих правилах правду называл высокой нравственностью. Ну и ещё, что вот как раз, Тамара, это вот в чём я взялся редактировать, что это не столичные авторы, которые защищают диссертации, становятся там докторами, науке и прочее, на имени Жукшина. А это местные, от земли, где родился и жил Василий Макарович. Вот от земли автор, который помнит, который знает, который общается с людьми, которые его помнили и знали как, ну, маленького, большего, большего, ставшего и прочее. Вот отсюда, то есть от самых родниковых, так сказать, источников вот этого, вот этого большого писателя, вот этого символа нашей русской духовности. Вот это меня заинтересовало. Ну, и, наверное, лучше всего сказать, с туэтическим словом Шукшин. Захлопали, запели, заплясали живое имя, времени черты, очистили от правды, причесали, монументальным сделали, святым, чему поверить, а чему не верить. Идет народ со всей большой страны, и понимаешь, даже после смерти, как трудно быть на свете Шукшин. Ну, словно, сквозь гранитную порогу отчаяния, сомнений и тоски, ломаясь, пробиваются в народе невидимые совести роски. Подняться на пикет, остановиться. Сюда заходит каждый, не спеша. Где есть к чему-то душой прислониться, где светом наполняется душа. Вот для меня что этот шук. Это книга о жизни и творчестве Василия Макарча Шукшина. Написана по рассказам его троюродной сестры, поэта-песинника, члена Петровской академии наук и искусств Надежды Алексеевны Едыкиной. Название книги взято из высказываний Василия Макарча о родине. «Благослови тебя, моя Родина, труд и разум человеческий!» Ведь в книге говорится о его войне из русска. В книге рассказывается и о том, как Надежда Алексеевна вместе с Василием Макарычем учились в школе, работали в годы войны на плантации табака. О ее родственниках и родных Василия Макарча. Горе и нуждасты детей и их матерей приходилось им в годы войны особенно тяжко, ведь они были семьей врага народа. Их отцы в 1933 году были репрессированы. Через 10 лет отец Надежды Алексеевны четко вернулся из лагерей совершенно слепым, а отца Василия Макарча расстреляли. После кончины Василия Макарча Шукшина, Надежда Алексеевна задумалась сохранить память об их земляке, решила создать школный музей, и она его создала в первой стране. Говорится в этой книге и о шукшинских чтениях, в которых Надежда Алексеевна принимала участие. Я прочту фрагмент ее стихотворения, она же поэт-песенник. Сначала наш фрагмент. И однажды, когда в стране в следствии в юг 90-х, еще шла неразбериха, как раз к 70-летию Василия Макарча вылилась в нее душевная гость такие строчки. Может, слышишь ты нас? Так взгляни же на море людское, что пришло поклониться и покаяться в наших грехах. Весь и с нами, поверьте, вновь поднимется наша Россия. К людям радость вернется, засветится в уставших сердцах. В 2004 году на горе Пикет установлен вон свой памятник Василию Макарчу Шукшину. Работа скульптора Вячеслава Клыкова. Весом 20 тонн и высотой 8 метров. В этой книге много фотографий. Так. Перейду к следующей книге. Следующая книга, о которой бежит. Вот эти книги, они связаны очень между собой. Эта книга в их слове написана божевым воспоминанием Надежды Хсивной. То есть я с ней говорила. Вот. А вот эта книга уже когда ее не стала. Это Надежда Хсивная, учитель. Добрая, светлая женщина, учитель с большой буквы. 6 августа 2016 года не стала Надежда Хсивной. Ее друзья, родные ученики изъявили желание написать воспоминания о ней. И мне выпала честь опубликовать их в этой книге. Видите мои мысли об этой удивительной женщине, писавшей стихи и песни. Книга названа одной из строчек ее стихотворения. Какую? Так, вот я прочитаю высказывания некоторых сельчан о ней. Татьяна Николаевна Кеврух, директор Бийской районной межпоселенческой библиотеки. Да, мы с уважением называем Надежду Алексеевну золотым фунтом сросток. Спросите, кто ее не знает, и не найдете таких. Сил сростенцев так или иначе судьба приводила к Надежде Алексеевне. Более 30 лет она посвятила педагогическому труду. И почти все мы ее ученики. Надежда Алексеевна организатор первого школьного возднейшего жена. Много лет руководила детским ансамблем шучинята. И воспитала целое поколение молодежи на нравственных ценностях Василия Макаровича. Их детство и юность прошли рядом. Поэтому она и несла жизненную правду о своем знаменитом земляке. А вот что говорила Алёна Денисова, ее ученица. В 1993 году я, ученица первого класса, пришла в клуб шучинистов, шучинят. И занималась в нем в Дагургской школе. Все эти годы, находясь рядом с Надеждой Алексеевной, проходило становление моей личности. Сейчас моя работа в музее-заповеднике Василия Макаровича Шукшина во многом заслугам Надежды Алексеевны. С самого раннего детства нам, шучинятам, была привита любовь к Василию Макаровичу. Много лебедишек было в нашем клубе. И все крутились около Надежды Алексеевны. И на всех у нее находилась ласка, любовь, конфетка. Затаившиеся слезинки в алёйных глазах, всё же выступили. Свежа пахнет о любимой учительнице. И прошло и сорока дней после днём года из жизни. Надежда Алексеевна была более 20 лет в ансамбле «Русская песня». Она писала в ней несколько лет в ансамбле «Стихи» и пела. И вот, как рассказывает Ольга Дмитриевна, «Благодаря Надежде Алексеевне, и репертуал у нас был разнообразный». И она писала песни. И вот она рассказывает. «Наши женщины из русской песни, из старой закваски, то есть там все пенсионеры, потому и долгошизили. Кто-то, если и скажет, ох, у меня давление сегодня, не могу. Ну и что давление?» Напилась и пошла таблеток. Какое давление? Надо на репетицию идти. Это наши девчонки так говорили. А Надежда Алексеевна встала сегодня, не могу. А сама себе. Надька, твои подружки на горе. Ну-ка вставай быстро. Сяду, настроюсь, бегу ли на ключу. Всё, собралась, пошла. А когда пришла, попела и забыла про всё. А вот я ещё прочитаю фрагментик. Значит, чудновая Лидия Александровна, директор Всероссийского мемориального музея-заповедника восьмого гаджа Шушина. У Надежды Алексеевны Едыкиной при жизни были всенародное признание и всероссийская известность. Сделано ею на ниве просвещение и культуры так многое, что поражает своим размахом. Она трудилась всю жизнь. Творчество не покидало её до последних дней. И ушла она из жизни. В музее хранится список её наград, в котором 79 благодарностей, почётных грамот, очень много, дипломов много. Так. Думаю, что итоговой её наградой стала премия главы администрации Алтайского края имени Степана Титова в 2004 году. Так. Ещё подружка. Значит, сказали подружки, я прочитаю фрагментик, с которым они пошли с ней, суши с ней на душеве. Лидия Васильевна Нехачева. Надежда, на берегу Катуния, напротив Поповского острова, на котором когда-то были владения барюшки. Много лет на этом острове собирались регулярно строительцы. После войны соорудили через протоку мостик, построили танцплощадку. После окончания поседрой проводился праздник берёзки. Искупаемся с девчонками в протоке и бежим к Наде в отбор. Татра покушилась, ромашки цвели, лежали во дворе, кисетки. Мы их переворачивали для просушки. Однажды пришли встречки, как всегда, к Надину ограду. Дома никого, салон на дверях. Чтобы помочь тётя Нюри, сложили кисетки в пирамиду. Углядели, что у верёвки взяла тётя Нюрина кофточка и юбка. Смеясь, надели на эту пирамиду кофть с юбкой. Пришла Надя. Увидев наряженную, тетяковую пирамиду, подсердилась. У мамы уже одна кофточка, она её только постирала, а потом просхракоталась. Сняли мы наряд с пирамиды, постирали его, да повесили сущица. Такие мы были проказницы. Вы видите, о многом говорится, и много фотографий. Так. Так, приглашаю... Так. Да, да. Приглашаю Леонфёду Белоусову. Её воспоминали тоже в этой книге. Леонфёду, пожалуйста. Обычно говорят так. Если интересно над книгой работать, то интересно её читать. Вот я не знаю, сколько раз я её перечитывала в процессе её становления этой книжки. И приходилось в некоторые моменты даже переделывать, снова говорить с жителями села и всё. Ну, она рождалась. В муках, но со счастьем. И все, кто принимал участие в ней, они очень-очень были довольны, что их воспоминания остались. Остались на бумаге. В общем, вот это тоже, я считаю, подвижническая вот эти книги о Шукшине и о воспоминаниях о Надежде. Это подвижничество Тамарина. Вот и всё. Молодец. Спасибо тебе за это. Стихотворение. Сама читаю? Нет. Ниже надо и еду. Ладно. А нужно тут в конце, в самом деле. Здесь стихотворение, где кто-то в голову. Ну, давайте. Давно это было. Их всё меньше и меньше. С чистым сердцем, с безбрежной душой. Тех, кто Богом отмечен, с кем по жизни идти хорошо. Ими брошены в землю красоты и добра семена. И просторы им влемут, и родная горда сторона. Ярко жили между нами, и плечо подставляли в беде. Будет вечная память и светла благодарность людей. Приглашаю лаборатору Шапиёву. Дочь Надежды Алексеевны. Здравствуйте. Вот я пришла прям исключительно для того, чтобы выразить великую благодарность Тамаре Ивановне. Восторг. А были? Вот так это вот звуне держаться. Нет, я правда прям пришла, искренне пришла выразить благодарность, уважение, восхищение вот этим человеком. Потому что ей столько досталось, мы на нее столько с сестрой вылили слез, и она все это переносила, и я все думала, ну что она напишет. И даже когда она приходила, я думала, ну вообще и так тяжело еще эту душу травит, потому что начинаешь рассказывать ей, просто уливаешься горькими, горючими слезами, и вот выходит эта книга. Тамара Ивановича, еще были слезы, и презентация в Сростках была огромная благодарность жителям села. Но, насколько она нам важна, словами просто здесь даже не скажешь, потому что она бесценная, эта книга для нас. Она прям вот такая, легко читая, вот вы совершенно правы, вот хоть сто раз ее перечитая, когда вот прям вот так вот, раз книжечку достала, читала, и повидался с Иваном. Поэтому прям тамара Ивановна. Не, я плакать не буду, потому что... Поплачу потом. Я бы что-то сказать, не знаю, что вы молодец, потому что блок такой легкий, и человек, который, ну, меньше общался, чем остальные, так глубоко проникся, и я считаю, что это талант, и он вам достался. Поэтому прям вот искренне от себя, от всего нашего семейства, наверное, и от вас всех здесь присутствующих огромная благодарность, уважение, восхищение, ну, и здоровья вам, и творческих успехов. Спасибо. Обнимаю вас. Спасибо. Здесь вот 16 диалогов, и всех нужно было поднять. Это так непросто. В каждом приходясь по одному, по два, по три раза приходить, напишу снова, иду, вдруг что-то не так, опять перечитили, опять... Ну, вот такая книга. Молодец. Спасибо. Лежит в тумбочках, в рамках, в кроватках, а тут-то мамочки, я... Следующая книга еще, называется «Женкина судьба». Так, заинтересовала меня судьба совершенно другого плана книга. Заинтересовала меня судьба одинокого мужчины. Шестой десяток ему идет, а он, не называл, щелоидни одну женщину, которые встречались на его жизненном пути, а их у него было немало. Годы шли, а он все говорил, да успеют жениться. В итоге, ни семей, ни семьи, ни детей. Об этом идет речь в этой повести. Скажет свое слово и герой повести недавний член алтайской литературы мнения Павла Сергея Маркова. Конечно, речь не только обо мне, я же всем представляю, но тут затронуты не только я, но и моя большая семья, семеро нас детей, а главным образом родителей, которые прошли войну. Мать была санитар, отец дошел до Берлина, потом с Японии. Я, конечно, благодарю Тамару Ивановну, Белоусовой и Авану за то, что помогли создать эти книги. Конечно, все это приятно, потому что где-то в душе всегда была надежда, что когда-то кто-то, ну не я, конечно, до этого не может дойти, кто-то напишет, и вот это все произошло. Это приятно, хорошо осознавать. Спасибо. Сказать в планах, что готовится к изданию моя 14-я книга о жизни и судьбе, репрессированном в 1937 году и расстрелянного священника человека Тунского, в которого я живу. Хотелось бы издать и сказки для детей, но на все нужно время. Я еще руковожу театром на селе. Я так, Калиношка, пишу сценарии. Ну что, теперь, значит, предоставляю слово Дмитрия Ивановичу Шарабарину, писателю, член с Великой России, он уже доводил вводитель в измене. Я еще скажу вот, Мария Ивановна, мне правда, что она награждена была дочетных работников, потому что за ее такую силу в деятельности. Ну, что-то, что Ракуркин, Дамра Ивановна, это очень сложная тема, и чем могу, тем помогу, но в данном случае есть и Кудинов, Иван Павлович, и больше всего этого. Нет, нет, да, пока и нет. Ну, в данном случае что-то, да, что я могу, потому что это очень, такая тема разработанная, она больная тема, где она много здесь, много неясного. Ну, художественное право тоже право, в данном случае многие писатели, которые произвели, это не только публицисты, но и художественная книга, например, Карфарова Худина. Ну, а теперь о своих, о своих. Ну, пойдем вот ближайшую. Вот эта книга иллюстрированная Валерием Барином, кстати, с удовольствием этот художник уже ушел к нас, он практически все мои книги иллюстрировал, вот эту, вот эту книгу и прочее, прочее. Речь идет вот об этой книге. Я собрал свой рассказ за долгую свою жизнь, но они в конечном счете, да, любая вот эта, тоже Люда Гавриловна, там Тамара говорила, все пишущие пишут свою биографию. Каждый автор, он себя, прежде всего, описывает. Как бы там ни было, какие бы там, о ком были бы, но в данном случае свою душу вкладывают. И вот это, вот эти рассказы и здесь, конечно, все это сводится к защите природы окружающей нас, нас в среде. Ну, эта книга издана на Парнауле, издана, соответственно, тиражом более тысячи книг. Вот. Она получила первое место за 13-й год лучшая книга издания в 12-й год. И получила премию Черкасовскую премию Черкасова. Ну, что еще не спит? Вот, почитайте. А, вот, лучше почитайте. Вот, что-то пометим. Так. Почитайте. Ну, вот, наконец-то подчеркнули. О возрасте своем. Когда я ближе был к природе, родившимся под шум берез, тогда звенел рассвет на догородах, а мир был ясен, чист и прост. Глубился мая туманом белым, и травы плыли в серебре, а время падало, и белый крылом декас на зре. Когда я был к себе поближе, летал на крыльях синему. Теперь все знаю, вижу, слышу, но лишь не знаю. Я живу. Когда я ближе был к основу, и сердцевине и бытия, тогда и слово было словом. И ты был ты, и я был я. Акробат. Я тут записал все слова. Гудит судьбы канат межпрошлым и грядущим, а ты, как акробат, иди вперед, иди, пусть ветры на пути, пусть грозовые тучи, не бойся высоты, под ноги не гляди. Чем выше над землей, тем шире расстояние. На цепочке привстав, потрогай облака, прольется над тобой небесное сияние. И душу опалит родной земли тоска, высокая тоска. Тебе дано так много и крылья, и мечта, как солнечный маяк. Под ветром не гудит канатная дорога. Смотри, не оступись над бездной бытия. Я приглашаю рассказать о своих книгах члена городского литературга Воргене Скиф Людмилу Федору Магнаусову, поэта и кузаика. Ну, а у меня это четвертая книжка. Первая была «На грани святой тьмы», вторая «Потомка будущего воспоминания» и третья «Зарисовки». Первые две были номинированы на международную премию филантрон. Я взяла бурно за коммертирую. А сейчас я вам просто почитаю. Чего рассказывать о себе? Капли радости на черный день сберегу, не растрачу добрых слов на бегу, не растрачу понапрасну любви. Ты услышь, поверь, и мне помоги поделиться с миром счастьем большим, добротой и светом чистой души. Скиталец Я вечный скиталец И чуждал мне поэту клетка квартиры мне дорога подарит простор и компас укажет маршрут. А куда все равно снова манит распахнутость мира и уверенность в том, что меня где-то любят и ждут. Где-то есть горизонты, что мной еще не достигнуты и вершины, которые хочется мне покорить. Из запасников сердца не все откровения вынуты. Это силу дает не сдаваться и просто счастливым быть. Ну, иди, пожалуйста, послушаем. Давайте вас послушаем. Я очень рад, что совершенно неожиданно попал на такую встречу. Это очередное для меня благословение Бийска, потому что Бийска открывается вот с таких сторон. Здесь люди, по моим ощущениям, сохранили такой какой-то дух первозданный. я вот сейчас с этим разбираюсь. Это очень необычно для меня, потому что в нескольких городах я пробовал осуществлять свою деятельность, которой занимаюсь, но только в Бийске почувствовал этот дух. Поэтому я вам благодарю, вас благодарю, за эту встречу благодарю и за возможность прочитать несколько своих произведений. здесь тема уже поднималась о том, что необходимо на нашей Матушке Земле повышать культуру человека, то есть возвращать человека к его душе. Вот как раз несколько стихотворений на эту тему. Уходит старый мир. К счастью, мы с вами живем как раз на переломе, когда старый мир бескультурный уходит и приходит совершенно новый мир и мы уже сейчас его строим. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно, но мы все участвуем в строительстве нового мира. Итак, уходит старый мир. Последние агонии деньки. Постылый старый мир так умирает. Ему на смену светлые легки придут несчастье и мираж растает. Немного осталось отпустить нам вместе всем. Дошли, слава Богу. По-старому невыносимо жить. Достало всех страдания дорога. Одни страдают, половинки нет, другие от семейных пут страдают. Найти где счастье ищут все ответы, но как к нему идти никто не знает. Свободен я от тех пут и других и потому свободно я играю. Пока узлы терзают остальных пишу стихи и к разуму взываю. О, сколько их несчастных и слепых себе приюта ищут и защиты. Сердце мое храни, люби их и крепче будь могучего гранита, чтоб старый мир спустился под откос, ускорить как процесс этот я знаю. Гостям своим я задаю вопрос в сердце своем когда отогреваю продолжить жизнь ты хочешь так или нет? Что ж хочешь ты? Не думай головой. Да не хочу жить так. Вот их ответ. Хочу быть каждый миг самим собою. И в мире мне награды больше нет. Когда таков ответ не зря я значит роль человека здесь играет столько лет. Не зря душа за человека вплачет. Осталось уж немного потерпеть. Оковы тяжкие падут и только радость заполнит души те, что не уйдут, что помогать земле своей остались. Значит, вот последняя книжечка, которая вышла к Новому году. Старые песни нам убыло. Здесь пародии пеграны, частушки политические, экологические. Барыня Шара барыня на юбилей Дмитрию Ивановичу. Я даже ее могу спеть. Тут такая аудитория. Можно? Никто не слышит. Моя пародия такая или посвящение называется «Как поберег сберечь». Ваш поберег поближе положу. Я с детских хлеб люблю стихотворения, с пеленок русской речью дорожу. Увы, душевность и вбеда для зрения. Умеете душевность истрочить из глаз моих ручьями ностальгия. Важно, что поберег насквозь не промочить. Оставлю этот стих, прочту другие. Сребой любуюсь белой снежной, немного сбою, немного нежной, когда снежинки безнадежно касаясь щек моих плывут, плывут, растая, словно реки, слегка затрону в моем веке. Засыла сказочные веки куда-то дали меня забыли. Еще про проземку. Да, просто не нужна мне уже заграница, мне не нужен им ниц и отель, в зиму русскую как не влюбиться. Я люблю, когда воет метель, когда снегом укутаны крыши, из трубы заевается дым, и узор настек лесу навыше Дед Морозом январским седым, как из бани до спыру до жару, а потом босиком по снежку поднимаешь морозную карлу и как летом бежишь по лужу.